Лекция по Бхагавадгите «Как она есть?» глава 13, текст 35. Прочитана его божественной милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой 6 июня 1974 года в Женеве. Продолжение следует... 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 излагает это знание о том, что тело называется кшетрой. Кшетра – значит поле деятельности. К примеру, фермер покупает надел земли, и он выращивает там пищу, и правительство выделяет вам участок земли, и вы платите небольшой налог, и вы можете выращивать на этой земле злаки, какие хотите. Подобно этому, Кришна наделяет нас телом в зависимости от наших желаний. Теперь мы можем трудиться в этом теле, как нам хочется. Если вы хотите, вы можете использовать свое тело для того, чтобы подняться на более высокий уровень, или вы можете пользоваться им для того, чтобы заниматься разными глупостями и отправиться в ад. Выбор за вами. Например, кто-то потребляет свое тело на аскезу, на подвижничество, следует принципам духовной жизни, а другой человек пользуется телом лишь для того, чтобы услаждать чувства, выпивает, занимается сексом. Выбор за мной. Я сам решаю, как воспользоваться своим телом. И, соответственно, я пожинаю плоды. Приведу уже знакомый пример. Вам предоставили участок земли. Вы можете собирать урожай два раза или три раза в году. Иногда бобы, иногда рис, иногда горчичные семена. В Индии мы наблюдали, как фермеры собирают по три, по четыре урожая злаков в году. Такова система. Согласно индийской системе, каждый человек там выращивает независимо свою пищу. Сейчас это прекратилось. В былые времена все эти люди выращивали свое зерно. Они работали в течение трех месяцев в году и собирали урожай, которого им хватало на целый год. Жизнь была очень простой. В конце концов, вам необходимо есть. Ведическая цивилизация состояла в том, чтобы предоставить человеку возможность иметь землю, коров. И тогда ваш экономический вопрос решается сам по себе. В этой стране, в Женеве, я пробую на вкус молоко. Это лучшее молоко. Я думаю, что это самое лучшее молоко в мире. Человек не сможет достать такого молока, если у него нет своих коров. Я также слышу, что из-за избытка молочных продуктов они решили убить 20 тысяч коров. В прошлом году они решили, но, похоже, не сделали. Но они хотели сделать. Представьте себе, насколько глупые люди. Так из-за недостатка сознания Бога мы можем наблюдать такой порочный разум у людей. Итак, таким образом можно решить экономическую проблему. Если у вас есть излишки, вы можете торговать, вы можете послать эти продукты в те места, где их не хватает. Но каждый человек должен выращивать собственную пищу. Такова ведическая культура. Приобретите надел земли и выращивайте пищу для своей семьи. Но что они делают в Австралии, в Африке? У них достаточно земли. Но правительство? Допустим, у них не хватает людей, чтобы возделывать эти земли. Но они ведь не пускают эмигрантов, которые могли бы выращивать продукты на этой земле. Я видел в Африке огромные просторы земли лежат пустующими, никто не выращивает ничего на ней. Они выращивают кофе. Делают это не местное население, а английские эмигранты. Они выращивают кофе, чай, держат коров на убой. Вот что происходит. Это же я видел в Австралии. Даже священники пригласили меня. Они приняли меня. Там очень хорошо. Один из священников спросил, почему наше христианство увядает, что мы такое сделали. И это действительно так. По крайней мере, в Лондоне я видел. Церкви выставляют на продажу, никто больше в церкви не ходит. Некоторые из церквей переоборудуются в склады, в магазины или в какие-нибудь заводы. Многие сотни и тысячи. В Лондоне много церквей. В Нью-Йорке тоже. Раньше люди были религиозными. Не имеет значения. В храм человек ходит или в церковь. Люди молились Всевышнему, но сейчас люди забывают об этом. Здесь, в Женеве, я не вижу много церквей. Людям не хочется ходить в церковь здесь? Они говорят, что люди ходят. Но я здесь не вижу много церквей. Это не очень хороший признак. Люди должны есть хорошо, сытно, но не переедать. Передать плохо, но не доедать тоже нехорошо. Юкта-хара. Ешьте столько, сколько вам необходимо. И человек, и животные должны получать достаточно пищи. Анны, злаков. Я очень хорошо исследовал этот вопрос. Если люди будут производить пищу, злаки по всей доступной в этом мире земле, они могут прокормить население в 10 раз превышающее нынешнее. Кришна все так устроил. В Ишопанишат говорится «Пурнам, Ада, Пурнам и Дам». В творении Кришны не может быть никакого дефицита. Все есть в достатке. «Пурнам». Здесь все идеально создано. Либо на этой планете, либо на другой. Повсюду есть живые существа, и Кришна обеспечил каждого из них. Говорить о нехватке чего-либо не приходится. Но люди не повинуются воле Кришны, который призывает производить пищу, а надбхаванти бутани. Даже в Библии сказано «не убей». Они не выращивают злаки. Вместо этого они убивают животных и едят их. Как же они смогут стать счастливыми? Это невозможно. Это ужасный грех. Выращивайте пищу, и бык будет вам помогать в этом. Коровы будут давать вам молоко. Их считают отцом и матерью. Например, отец зарабатывает деньги, чтобы кормить детей. Точно так же быки помогают выращивать злаки, пахать землю. Корова дает молоко. Она как мать. А что это за цивилизация, когда вы убиваете отцов и матерей? Это плохая цивилизация. Она не просуществует долго. Неизбежно произойдет катастрофа. Это происходило уже много раз, и это случится снова, потому что люди нарушают законы природы, законы Бога. Это страшный грех. Например, нарушая законы государства, вы становитесь преступником. Аналогично, если вы нарушаете законы Бога, вы грешник. И так приводится этот пример. Идам Шри Рам Кшеттрам. Это означает, что у человека, у члена нормальной цивилизации, должен быть свой надел земли. У каждого, чтобы он мог выращивать пищу, тогда никаких экономических проблем не будет. И как мы видели даже в детстве, бедные люди, рабочие, слуги, они съехались из деревень в город. Мы жили в городе, в Калькутте. И сословия слуг, они собирались не только в Калькутте, повсюду. Деревенские жители, они были согласны нам скромную зарплату. В юности мы платили зарплаты слугам по 12 рупий, по 14 рупий. И тем не менее, они откладывали по 10, по 12 рупий от этой суммы. И эти деньги слуга посылал своей жене домой. И как только у них накапливалось 200 рупий, они покупали на дел земли. И таким образом, когда у него появлялось достаточно земли для того, чтобы выращивать пищу для всей семьи, он больше не приезжал в город на работу. Мы это видели. Это означает, что как только у человека появляется достаточно земли для того, чтобы прокормить себя, он находится в безопасности, его проблема продовольствия, то есть, естественно, реальная проблема, решается. И так людей не учат. В Америке я видел. Сейчас фермеры, отец работает на ферме, а сыновья, они приезжают к нему, они живут в городе. Эту тенденцию можно наблюдать по всему миру. Люди не выращивают злаки, поэтому наблюдается дефицит. Особенно в такой стране, как Индия, где население очень большое, и земли доступной нет. Появляется дефицит продуктов питания, особенно когда британцы разделили Индию на Пакистан, Индустан. Все поля перешли к Пакистану, а в Индустане остались предприятия, и они дерутся друг с другом. У них нет промышленных возможностей, а у тех нет полей, земли, и они сражаются друг с другом. Британцы хотели этого. Вы обрели свою независимость. Ну хорошо, теперь страдайте, деритесь друг с другом. Такой была их политика. Во всем мире наблюдается деградация. Люди не производят собственной пищи. Это проблема, настоящая проблема. Приводится пример. Каждый человек должен иметь какой-то клочок земли. Кшет-трак-шет-трак-я. В зависимости от того, как мы пашем свою землю и какие продукты мы выращиваем, соответственно, своими возможностями, разумом, я могу собирать по два, по три раза урожай в год, а если я тяжело тружусь. Как правило, два раза. Через каждые два-три месяца. Но ленивые люди работают три месяца. Но даже если они три месяца всего лишь работают, они могут себе вырастить столько, сколько им хватит на целый год. Аналогично, так же, как мы работаем на земле. Наше тело представляет собой нечто вроде поля. Я — душа. Я могу собирать урожай, хороший или плохой, в зависимости от моей деятельности в этом теле. Аналогия очень близка. Кришна говорит, Кришна не учит Арджуну тому, что Он — тело. Бхагавадгита начинается со слов «дехину смин ядхадихе» — в теле находится владелец тела. Это начало знания. Так этого знания не хватает. Никто не знает, что Я нахожусь в теле. Все думают, что Я — тело. Я американец, индейец, чеш, швейцарец. Все так думают. Это означает, что у людей нет знания. Все глупцы и негодяи. Как могут эти глупцы и негодяи быть счастливыми? Должен быть разум, но у них нет разума. Они думают о благотворительной деятельности, и тем не менее они считают себя телом. Какую пользу принесет такая филантропия? Что бы вы ни делали в невежестве, это глупость. Иногда они разделяют людей на четыре класса. Те люди, у которых ленивый разум, люди, у которых активный разум, ленивые глупцы и активные глупцы. Активные глупцы относятся к четвертому классу, потому что все, что они делают, — глупость. В результате ничего хорошего. Это активный глупец. Ленивый глупец лучше активного глупца. К примеру, обезьяна является представителем активных глупцов в вашей стране. На Западе у вас здесь обезьян нет, но в Индии очень много. Как только обезьяна появляется, можете не сомневаться, она ведет бардак. Она очень активна, она прыгает туда-сюда, но все время озорничает, что-то ломает. Итак, современная цивилизация, согласно теории Дарвинов, люди появились от обезьян. Люди также действуют, прыгают, как обезьяны, туда-сюда. Постоянно что-то разрушают. Это очень хороший пример. Бог предоставил вам землю, тело. Трудитесь. Сделайте себе будущее при помощи своего тела. Кармана. Дело в том, что тело рождается благодаря моей карме, иначе почему мы наблюдаем такое разнообразие тел. Мы — люди. У каждого из нас две руки, две ноги. Тем не менее, все эти тела разные. Нет двух одинаковых, абсолютно идентичных тел. Потому что у нас разный склад ума, разная психология. У каждого из нас индивидуальная душа. У нас разный образ мыслей, разные наклонности, разные идеи. Поэтому у нас разные тела. Это наука. Ученые исследуют столько всего, но почему они не могут объяснить причину многообразия всех этих тел. Почему мы все, как люди, не похожи друг на друга, как две капли воды, или как куклы, которые отливаются в одной и той же форме. К каждому живому существу Кришна подготовил уникальное тело. Поэтому мы отличаемся друг от друга в зависимости от нашей кармы. Это знание. У меня есть тело, это мое поле. Так же, как человек покупает землю, чтобы выращивать там пищу. трудиться на нем. Точно так же, у нас есть наше поле деятельности, и сейчас мы можем построить свое будущее, хорошее или плохое. Это решать нам. Это называется кшетры, поле. К примеру, отец оставляет какой-то капитал своему сыну и говорит, вкладывая там какое-то дело. От вас зависит, потеряете вы, расторонживаете вы эти деньги или приумножите их в сотню раз. Точно так же, Кришна дал нам возможности. Мы хотели наслаждаться материальным миром, и Кришна дал нам эти возможности. Сначала мы получаем тело Брамы, великое тело, но из-за нашей отвратительной деятельности с положения Брамы мы опускаемся до положения червя в испражнениях. Вот что такое карма, кшетра. Есть 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. И в зависимости от нашей деятельности мы получаем какое-то тело, определенный тип тела. Если мы действуем в добродетели, то мы получим в следующей жизни тело более высокого порядка на высшей планетарной системе. Мы будем жить дольше, в лучших условиях, в сотни, тысячи раз лучше. Те удобства, те возможности, которые у нас есть здесь не идут ни в какое сравнение с теми возможностями, которые мы получим, если будем действовать в гуне добродетели. Аналогично, если вы поступаете как животное, вы будете деградировать все больше и больше опускаться вниз на уровень талы, аталы, талаталы, поталы и так далее. Есть разные планетарные системы, есть высшие. Их можно наблюдать каждый день. Каждая звездочка — это разные планетарные системы. В зависимости от вашей деятельности вы либо возноситесь, либо опускаетесь, либо остаетесь здесь. все зависит от вас. В другом месте Кришна говорит Если вы пожелаете, вы можете вознестись на высшие планеты, находящиеся в материальном мире, там, где условия жизни лучше и жизнь длится дольше. Вы можете отправиться туда. К примеру, если вы приедете в Европу, конечно, нам это не относится, мы другие люди. Мы проповедуем. Но если другие индивидцы приезжают сюда и одеваются, как европейцы, носят пиджак, брелки, например, нам необходимо все это подготовить для того, чтобы отправиться в другую страну. Паспорт, визу, одежду и так далее. Вот точно так же, если вы хотите отправиться на другие планеты, на планеты полубогов, вы должны подготовиться в Янти Дева, Врата Деван. Точно так же, вы можете отправиться на Питри, Локу, есть много других планет. Бутеджа, если вы хотите оставаться здесь, вы можете стать националистом и еще кем-нибудь. И если вы хотите, вы можете прийти ко мне, говорит Господь. Маджаджино, пи-джантима, те, кто пытаются вознестись в сознании Кришны, Кришна говорит, Маджаджино, те, кто поклоняются мне, приходят ко мне. Выбор за вами. Вам дано тело, теперь вы должны выбирать. Хотите ли вы оставаться в материальном мире, получить лучшие возможности, более долгую жизнь, или вы хотите деградировать и родиться животным, или вы хотите отправиться на Кришна-Локу. Все, что вы хотите, вы можете получить. И эта возможность предоставляется в человеческой форме жизни. Вы должны сделать свой выбор. Поэтому Кришна говорит, это подобно фермеру, работающему на земле. Теперь вы, этот фермер, например, поле и владелец поля. Владелец поля знает, что это моя земля. Не я земля, а моя земля. Но люди думают, я тело, и вот это невежество. Если человек знает, я не тело, я владелец тела, я должен трудиться в этом теле, чтобы обеспечить себе будущее, вот это знание. Знаток, тот, кто знает. С этого начинается знание. Затем Кришна говорит, Кришна приводит свое мнение, как авторитет в последней инстанции. Если ты хочешь знать, если ты хочешь быть в знании, то вот это знание. Что это? Это знание о том, что ты не тело, ты владелец тела, и ты также должен знать, что есть другая личность. Так же, как ты личность, собственник этого тела, так же есть и другая личность. Кто? Я, говорит Кришна. Я тоже владелец этого тела. В действительности, Кришна единственный владелец. Это как в квартире живет постоялец, но у квартиры есть и владелец. Есть двое заинтересованных лиц. Я не знаю, какая здесь система, но в Индии есть два вида налогов. Налог, который платит постоялец, и налог, который платит владелец. Два вида. точно так же в этом теле я, живое существо, являюсь постояльцем, арендатором. Я не собственник, хотя до какой-то степени постоялец тоже владелец, но настоящий владелец — это собственник тела. Вот Кришна является этим истинным владельцем тела, потому что Кришна дал мне это тело, чтобы я мог работать в нем и жить в нем. Но я не являюсь истинным владельцем. Когда человек действительно приходит к этому знанию, когда он понимает, что я не тело, когда человек также понимает, что я не являюсь истинным собственником этого тела, как я вообще могу быть настоящим владельцем, ведь тело сделано из материальных компонентов. Каких? Из земли, воды, огня, воздуха, эфира. Это все физические элементы, это энергии Кришны. Наше тело состоит из энергии Кришны, а я, личность, также являюсь неотъемлемой частью Кришны. Есть две энергии. Я, как живое существо, тоже энергия, высшая энергия. И это материальное тело, тоже энергия Кришны. Я не могу сам создать это тело, если захочу. Нет. тело создаётся Кришной посредством материальной энергии, прокрития. Пракрития — это материальная энергия. Кришна говорит, что тело создаётся материальной природой по воле, по указанию Кришны. Кришна находится вместе с вами, поэтому он говорит, что я тоже один из постояльцев в этом теле. Он, как Параматма. Кришна настолько добр, что он замечает все наши желания и в зависимости от того, чего мы желаем, Кришна повелевает материальной энергии подготовить нам соответствующее тело, чтобы мы могли жить там. Вот это знание. В Упанишадах также говорится, что тело считается деревом, на котором сидят две птицы. Одна птица — это живое существо, другая — сверхдуша, Параматма. Так Кришна настолько добр. В действительности Он исполняет мои желания. Я хочу есть как тигр, и Кришна приказывает материальной природе. Вот Он хочет тело тигра. Дай Ему тело тигра. Я хочу питаться как свиньи, собаки. Кришна приказывает материальной природе. Дай Ему тело свиньи. Он может счастливо жить, поедая разные экскременты. Если я хочу тело, чтобы служить Кришне, Он даст его мне. Я дхамам пропаденте, вот что это значит. В зависимости от твоего желания, я наделю тебя. Если ты хочешь тело, чтобы служить мне, ты получишь тело Вайшнава, и ты сможешь служить Кришне. Если же ты хочешь служить кошкам и собакам, то получишь тело кошек и собак. Гуно в зависимости от гуны вы чего-то желаете. Это сквернение. Это так же, как заразная болезнь. В зависимости от вируса вы заражаетесь определенной болезнью. Точно так же, в зависимости от наших желаний, мы получаем тело по воле Кришны. Кришна приказывает материальной энергии дать нам тело, потому что мы хотим этого. Кришна не заставляет вас рождаться в теле собаки, свиньи, полу-бога, или человека, но своими желаниями мы создаем эту ситуацию, и Кришна дает нам возможность обладать каким-то телом и трудиться в нем и пожинать плоды. Вот что такое материальная жизнь. Спасибо вам большое. Вопросы? Люди переезжают в города в результате столько проблем. Вы рекомендуете покупать землю? Должны ли мы отказываться от технологий? Нет необходимости в технологиях. Какой смысл в них? Но даже если вы не хотите, будут люди, которые интересуют технологией. Мы не тратим в пустую своего времени. Пусть они этим занимаются. Что же нас интересует, так это сознание Кришны. Мы не должны тратить наше время на технологии. Мы не тратить наше время попустую на что-либо помимо продвижения в сознании Кришны. Это наша задача. Я разговаривал в Индии с одним политиком в Джайпуре. Он ответственен за политическую партию. Он сказал, 80% населения в Индии живет в деревнях и он ставит задачи развивать технологии на ферме. В результате многие люди останутся без работы. У них уже столько проблем в городах. Не увеличит ли это проблемы в городах многократно? Если они будут развивать технологии в деревнях, что за технологии? Например, трактора. Вместо того, чтобы люди вручную срезали пшеницу, у них будут машины для этого. Вместо быков, которые пашут, у них будут трактора. То есть, не вынуждены ли будут люди уезжать в города? Да. Конечно, машины дают какие-то возможности, но в Индии очень много людей без работы. Если вводить машины, это не очень хорошее предложение там. Вместо того, чтобы если они будут вручную собирать урожай, у них хотя бы будет работа. Все должны работать. машина делает за 100 человек работу. Но столько безработных людей, почему не занять 100 человек этой работой? Вместо того, чтобы на машине это делать. Здесь тоже столько на Западе безработных. В каком-то смысле машина способствует безработице. Например, в ваших странах Запада все делают машины, поэтому у вас появляется столько хиппи. Это тоже своего рода безработные. Все должны быть заняты какой-то работой, иначе праздный ум кузницы дьявола. Если столько людей ничем не занимаются, зачем машины изобретать? Это нехорошо. Одна машина делает работу за сто человек и оставляет их без работы. Политика должна быть такой. Никто не должен быть без работы, все должны быть заняты. Но кто-то говорит, что машина освобождает нас. Освобождает для чего? Для того, чтобы пьянствовать и ерундой заниматься, какой смысл в этой свободе? Если вы становитесь свободными для того, чтобы развивать сознание Кришны, то это другой вопрос. Даже люди, попадая к нам в сознание Кришны, все равно спят. Этот лагерь предназначен не для того, чтобы здесь спать и есть, а для того, чтобы развивать сознание Кришны. Политика должна быть таковой. Все должны иметь работу, все должны быть чем-то заняты, тогда будет нормальная цивилизация. Если все будут заняты, тогда у них не будет времени на всякую чепуху. Это ведическая цивилизация. Царь обязан заботиться о том, чтобы все работали. Браманы кшатри ваще или шудры. Все должны трудиться. Тогда будет мир. В настоящий момент мы можем наблюдать, что из-за вот этих устройств и машин люди становятся ленивыми и не имеют работы. Что вы думаете? Хиппи ленивые просто, вот и все. Они не хотят ничего делать. Что вы думаете? Не понимаете английского? Немного. С одной стороны, лень, с другой стороны, безработица. Это не очень хорошая ситуация. Все должны быть заняты работой. В Бхагавдгите есть такой стих, лучше работать и не получать никакой прибыли, чем вообще не работать. В 18 главе есть такой стих, «Найди его». Говорится, что без работы человек не может даже поддерживать свое тело. Несмотря на то, что деятельность человека сопряжена с какими-то недостатками в материальном мире, все равно не следует отказываться от этих обязанностей. Да, в Индии есть такая поговорка, обрыв записи. Бекар значит без работы или работать без зарплаты также. В Индии мы видели, многие деревенские люди приходят и они просят кого-то, пожалуйста, дайте мне какую-нибудь работу, мне не нужна зарплата, если хотите, вы можете меня покормить, но даже это мне не нужно. Но какой порядочный человек не накормит того, кто работает у него. Поэтому этот человек сразу же получает какую-то работу и его кормят. У него есть крыша над головой. Если этот человек видит, что этот человек хорошо трудится, тот решает ему дать какую-то зарплату. Поэтому они говорят, лучше работать без зарплаты или без вознаграждения. Это очень хороший принцип. Непозволительно лениться и не работать. Это очень опасное положение. современная цивилизация из-за вот этих машин плодит безработицу и ленивых людей. Это нехорошо. Это не свобода. Это скорее свободная чистая дорога, ведущая в ад. Вот и всё. Это не свобода. Все должны заниматься какой-то деятельностью в зависимости от своих способностей. Если у вас сильный интеллект, вы можете работать в качестве брамана, вы можете исполнять обязанности брамана, изучать шастры, писать книги, учить других. Это обязанности брамана. Патана, патана, яджина, яджина, дана, прати, граха. И при этом вы не беспокоитесь о том, чтобы поддерживать себя, общество о вас позаботится. Поэтому браманы не работали. Они всё своё время посвящали изучению ведических писаний, обучению других, проповеди знаний. И общество кормило их. Это браманы. Кшатри защищали. Всегда есть опасность, угроза нападения. И кшатри защищали людей. За это кшатри имели право брать налоги. Их обязанность собирать налоги. Аналогично люди менее разумны. Торговцы в сословии торговых людей производили продукты питания, защищали коров. Это необходимо. Остальные шудры, они помогают другим трем сословиям. Это естественное деление. Это очень хорошо. Это означает, что все заняты работают. Интеллектуалы заняты, военные заняты, торговые люди заняты, и остальные шудры тоже заняты. Поэтому людям некогда формировать политические партии и драться друг с другом. Царь следил за тем, чтобы все были заняты и все действительно исполняли свои соответствующие обязанности, и у людей просто даже не было времени на все эти фальшивые политические партии и на все эти беспорядки, беспокойства, драки друг с другом. Итак, начинается все с понимания «я не тело». Это подчеркивается повсюду в Бхагавадгите. Начиная с второй главы, сейчас мы читаем тринадцатую, снова, в несколько иной форме повторяется та же тема.